И взгляд от подобной грации не отвести, но и шутить с такой казачкой не стоит. Пока шашка в руках деревянная, но управляются с ней ученицы казачьей школы на зависть мальчишкам. Для 10-х и 11-х классов здесь фланкировка – обычное дело. Правильно обращаться с холодным оружием на Кубани учили издревле. Казаки раньше, да и сейчас были люди в основном военные, они и детей своих воспитывали как военных. Они с 3-4 лет уже давали им руки шашки и учили работать. Помимо всего прочего фланкировка – это еще и хорошие физические упражнения. Они выравнивают осанку, развивают физически человека и плавность, гибкость. В станице Холмской в казачьей школе обучается 876 ребят. Кто-то из них потомственный казак, а кто-то сам решил погрузиться в культуру и традиции родной земли. Ведь куда интереснее узнавать о том, как жили твои предки не только из учебников, а вот так, наглядно, что называется, потрогать историю своими руками. На рукояти у нас отсутствует гарда, которая должна защищать пальцы бойца. Но поскольку казаки любили вольный бой, им надо было постоянно перебрасывать шашку из руки в руку, а гарда мешала это делать. Идея объединить юных казаков со всего региона на одной площадке пришла совсем недавно. Полтора года назад по инициативе губернатора был создан Союз казачьей молодежи Кубани. Сейчас в его состав входит 95 тысяч человек. Сегодня на первый съезд организации в Краснодаре собраться, конечно, смогли не все. Но даже на улице было сразу заметно ребят в форме и отличительными значками на груди. Это воспитывает нас мужчина. То, что я должен быть сильным, то, что я должен любить свою родину. Но это воспитывает меня, ответственность появляется. На казачьей линии идет дедушка казак был, его отец тоже. Получается, все Кубани. Союз казачьей молодежи – это не место, куда просто сгоняют мальчишек и девчонок. Это площадка, которая должна объединять единомышленников, обращается к собравшимся губернатор края. Юные казачата каждую неделю организуют по полсотни мероприятий. Это помощь ветеранам и инвалидам, уборка памятников и проведение спортивных соревнований. Но самое главное – через помощь другим сохраняется культура и традиции казачества. Важно в жизни быть казаком. Пусть маленьким, но казаком. То есть не потому, что вы входите в союз и там числитесь. В жизни вы должны где-то отличаться от своих сверстников. Быть более активны, приходить на помощь, обладать теми качествами, которыми всегда обладали люди, которые жили на этой земле состраданием. Милосердие, человеколюбие. Это принципиально важно для того, чтобы жизнь была гармоничной. Чтобы на самом деле за пределами этого зала вы себя чувствовали членами одной большой казачьей семьи. Казак в стародавние времена, когда выходил в поход, да или просто из своей станицы, он никогда еду с собой не брал. Потому что в любом курине, в любой станице его встречали как родного. Кормили, поили. Это была по-настоящему одна большая казачья семья на нашей Кубани. Мы сегодня не хуже, мы современные. Но принципы жизни народа на этой земле мы должны сохранить. И передать нашим последующим поколениям. Вы по возрасту разные здесь все. Но ответственность у вас у всех одинаковая. Одна. Перед своими предками, перед своей землей, перед нашим народом. Одна. За развитие кубанского казачества. Школьники, студенты, все, кто собрался сегодня в зале, и есть та свежая кровь, которая должна перезагрузить казачество. Дать новый импульс его развитию. Какая бы красивая форма у нас ни была, но если мы не будем делать какие-то общественные полезные дела или проводить мероприятия, у нас не будет авторитета и уважения среди населения. Тех населенных пунктов, где вы проживаете. Я как атаман кубанского казачьего войска и мои подчиненные атаманы, мы надеемся, что именно вы после окончания школы придете в ряды наших первичных и районных казачьих обществ. А лидеры ваши придут на смену нашим атаманам. Сегодня вас уже почти 100 тысяч. Мне кажется, что самое главное, чем вы сегодня можете поделиться со страной, это тем, как вы умеете дружить, как вы умеете хранить традиции, как вы умеете любить страну. Сегодня здесь накоплен совершенно колоссальный опыт. Нигде больше ни в одной территории нашей страны нет таких активных, дружных и деятельных казаков. Атамана в современных условиях вполне можно сравнить с грамотным менеджером. Ведь, по сути, все управленческие функции именно на нем. И чем раньше начать прививать организационные навыки, тем легче мальчишкам и девчонкам состояться в будущем. В каждой казачьей школе на Кубани специально выбирают своего атамана. В школе я смотрю за дисциплиной, рассказываю своим одноклассникам, привлекаю их к общественной работе. И также мы проводим различные мероприятия, конкурсы, посвященные казачеству. Пожалуй, самый главный показатель того, что работа проделана не зря – количество членов Союза казачьей молодежи. За полтора года их число увеличилось почти на 10 тысяч человек. В своем выступлении в конце съезда Вениамин Кондратьев предложил в следующий раз немного изменить сам формат встречи. Следующий съезд мы чуть-чуть проведем по-другому, потому что это ваш съезд. Здесь должны, в первую очередь, вы в основном масте быть за этой трибуной и рассказывать, как у вас идут дела. Делиться опытом и максимально все вместе сконцентрироваться на новых задачах, которые вы, именно вы, на этом съезде должны выработать. Это ваш съезд. Это ваш союз казачьей молодежи Кубани. И вы здесь должны быть главными на этом съезде. А мы всего лишь приглашенными на ваш съезд. Заседание съезда длилось больше двух часов и завершилось меткой фразой губернатора про то, что обо всем казачестве могут судить даже по одному человеку в форме. Стоит помнить об этом, когда надеваешь казачий мундир. Александр Иванченко, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Краснодар. И мы сегодня гордимся.